Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим сегодня про купол над Украиной, о том, как постыпется или не постыпется в ближайшее время Российский фронт, заявление Китая, что гражданам стоит покинуть Украину, вроде как намечается что-то грандиозное, и про армию Украины, как про армию НАТО. В общем, об этом сразу после блиц-вопросов. Напоминаю, это вопрос от наших зрителей, на которые отвечаем очень коротко. И вопрос первый. Когда вооруженные силы Украины будут в Крыму? Этой осенью, зимой или весной? Как считаете? Точно будут, могу сказать. Я думаю, что вероятнее всего в следующем году. Ну, то есть, наверное, третий вариант, более близкий. В ИСУ в Крыму – это уже поражение России или Россию нужно будет добивать на ее территории? Я думаю, что поражение России – это ее невозможность вести войну против Украины в будущем. Если поражения в Крыму для этого будет достаточно, то достаточно. По крайней мере, на некое. Но тут в режиме Блица тяжело ответить. Война, я имею в виду бомбы, стрельба, танки, могут оказаться на территории Российской Федерации? Конечно. Конечно. Конечно, могут. Они уже оказались, потому что, посмотрите, сколько запусков ракет с Белгородской области российских возвращается обратно. Им же и возникает очень много проблем, пожаров, взрывов и так далее. То есть, приграничные с Украиной территории, я думаю, уже это ощутили. Такое возможно. Плюс там возможна вероятность гражданской войны. Это, возможно, не ракеты и бомбы, но снаряды и гранаты, и мины точно. Когда, по-вашему, наступит мир? Когда перестанет существовать Российская империя в виде именно империи? Когда в России перестанут производить смыслы агрессии и расширения, и займутся решением внутренних проблем, а не будут заниматься войной против соседей? Большое спасибо. Это был Первый Близ. Теперь перейдем к общим вопросам. И вот будет первый вопрос о плачевном состоянии российской армии. Почему плачевном? Я сделал такой вывод из заявлений российских пропагандистов, которые говорят, что ракетные обстрелы России недавние, которые издлятся в последнее время, они нужны для того, чтобы хоть как-то поддержать боевой дух армии Российской Федерации. Неужели в армии Российской Федерации из-за последних поражений настолько все плохо? Ну, с духом, конечно, плохо. Деморализация там прогрессирует. Среди российских войск это становится все более заметно. И для того, чтобы отвести внимание, для того, чтобы, знаете, что-то продемонстрировать, что мы же там великие, еще можем, вот сейчас мы покажем, была интенсификация ракетных обстрелов. То есть, таким образом, чтобы вот ту волну публичной критики, которая выходит в публичную плащину из-за неудач российских войск в Украине, сбить вот этой волной ракетного террора. Я не думаю, что все прямо в восторге от этого, и что на 100% удалось Кремлю таким образом сбить всю волну вокруг других проблем, которые возникают, в частности, из-за негативных проявлений в процессе мобилизации, да, всеобщей, которая проходит в России. Но, тем не менее, кому-то, конечно, это заткнуло рот, наверное, и на некоторое время. Но это же на некоторое время, понимаете, на фронте, на ситуацию на фронтах это же не повлияло. То есть, эффект от этой акции, он на самом деле такой вот скоропостижный, он молниеносный. Да, он прошел, да, вот прошла, значит, волна одобрения, какие-то идиоты, там, шизоиды танцевали, радовались, там, и так далее. Ну, все. А дальше что? Понимаете, сейчас вот российская власть пытается отскочить, обвинив всех кого угодно во всех процессах негативных, которые идут и накрывают Россию в социальном плане, в экономическом, в отсутствии военных побед, в конце концов, в плачевной ситуации на фронте, в поражениях, в потерях, которые они несут огромнейших. Они пытаются обвинить в этом кого угодно. Запад, НАТО, США, Британия. Вот такой товарищ Глазьев есть, там, экономист. И он написал о том, что, оказывается, это Англия и США, те же англосаксы, вот, противные, они во всем виноваты. Это они втянули Россию в войну. Понимаете? Это не Путин. Это не Путин готовил агрессию. Это не Путин перебрасывал российские войска в Белоруссию, окружал Украину. Это не Путин писал статьи, ненавистные по отношению к украинскому народу. Это не Медведев писал все посты. Это не тот же канал «Царьград» с Малафеевым, Дугиным и другими там имперцами, шовинистами продуцировали вот эти смыслы. Это вот все вот там, вот англосаксы. Их заставили, да? Так вопрос в том, что насколько люди там в России и общество готово есть вот эту ложь и пропаганду, я думаю, что это невозможно на этой волне проехать постоянно, тем более, когда негативные процессы все более будут обрушаться на Россию. Это же уже просто неизбежно, это понятно. Давайте поговорим сейчас о защите Украины от ударов ракет российских. Может быть какой-нибудь создан все-таки купол с этими новыми ПВО, которые будут поставляться в Украину? Или накрыть всю территорию Украины? Это достаточно тяжелая такая задача. Большая Семерка собралась и приняли решение о том, что Украине необходимо действительно наращивать средства ПВО. Об этом сказали и на пресс-конференции, и на конференции министров обороны НАТО. И этому был посвящен формат Рамштайна. Что в итоге? Даже те решения, это все произошло в течение недели. Я же на этом акцентирую внимание не зря, потому что сразу в течение недели была поставлена первая батарея систем ПВО немецкой IRIS-T. Да, это первая одна батарея, это три пусковых установки с возможностью запуска, восемь ракет одновременно одна. То есть это уже усиление, плюс поставлены системы ХАУК противовоздушной обороны с Испанией. И обещано, что вот в октябре же, по состоянию на октябрь, должны появиться первые системы НАСАМС. Это вот буквально все за одну неделю решено. Помимо этого, после Рамштайна министр обороны Ллойд Остин заявил о том, что НАТО и США помогут Украине создать многоэшелонированную систему противовоздушной обороны. И дальнейшее наращивание такой помощи, я думаю, что приведет к тому, что где-то порядка 75-80% различных типов ракет, не меньше, украинские средства противовоздушной обороны смогут сбивать даже при интенсивных больших обстрелах. А нам могут поставить какое-то оружие, которое может быть, выражаясь российскими словами, превентивный удар наносить для того, чтобы эти ракеты больше никуда не летели. Ни в Украину, ни куда-нибудь другое место. Я думаю, что это вопрос будущего, не такого далекого, но такие вопросы обсуждаются. По крайней мере, на повестке дня точно на столе предоставление Украине ракет дальностью до 300 км. Это Атакамс, известный для систем Хаймарс. Я думаю, что этот вопрос, он на самом деле на повестке дня, это просто вопрос времени. Мы об этом очень активно говорим, украинская сторона всегда об этом настаивает. Мы готовы предоставлять и сверять цели с нашими партнерами, ну то есть открытые и прозрачные в этом вопросе. И, конечно, я думаю, что не только эти ракеты, но и авиация, самолеты F-16, либо другой модификации, возможно, со штурмовиками А-10, появление их в Украине, это исключительно вопрос времени, они будут. Если кто-то думает, что какие-то там сирийские мясники или генералы Армагеддон, как их там называют, смогут нам тут устроить Алеппо или разрушения такие, как в Сирии, они глубоко ошибаются. Они не смогут сделать такого с Украиной, это смешно так думать. А что касается вот, почему важно наносить удары по ближним аэродромам, но это для того, чтобы не было возможности у врага использовать возможности для того, чтобы из ближних аэродромов взлетала авиация и наносила удары, например, там, различными типами ракет, у которых дальность не такая, как с Каспийского моря. Поэтому это такой своего рода пояс безопасности вокруг нашей страны. Я думаю, в последних событиях по поводу ракетных обстрелов Украины Медкитая призвал эвакуироваться своих граждан из Украины. Это намек на то, что в Украине что-то намечается, Россия что-то придумала, или это просто такой политический ход? После обострения ракетных обстрелов по Украине, которые были в течение двух дней, я думаю, что это стандартная процедура оповестить гражданах о возможных, скажем так, негативных последствиях в вопросе безопасности. Все-таки не нужно забывать, что действительно идет война. Российская агрессия продолжается. Я думаю, что таким образом просто некоторые правительства перестраховываются. Вы знаете, что вот я помню февраль, например, накануне полномасштабного вторжения. Индийское правительство игнорировало фактически такие призывы гражданам потом оказалось, что много индийских студентов никуда не уехало, еще и было в оккупации, проживали в ужасных условиях и так далее. Поэтому я думаю, что это просто методы такой предосторожности. Хорошо, такой вопрос у меня назрел. Представляю себе, российская ракета лечит на территории Украины, и она попадает в посольство Китая. Это война с Китаем? Я думаю, что это как минимум ухудшение отношений с Китаем, это точно. Это точно ухудшение отношений с Китаем, это точно вызвало бы серьезные проблемы. Не уверен, что началась бы война, я не уверен в этом. Но, тем не менее, отношения действительно, конечно же бы, скажем так, повод для кризиса в отношениях, он бы появился. Давайте перейдем к следующему. Глава Пентагона сказал, что ВСУ изменила динамику войны. Что такое динамика войны и почему она изменилась? Я думаю, что имеется в виду успехи в контрнаступлении украинских войск. Отступает российская армия, украинская армия освобождает и деоккупирует нашу украинскую территорию. И в чем еще особенность? Особенность еще и в том, что даже в некоторых местах, например, на южном направлении, Украина имеет по некоторым параметрам даже перевес в артиллерийском огне. Это тоже меняет динамику, поскольку, если мы посмотрим ситуацию по состоянию на май-июнь месяц, артиллерийское превосходство было, конечно же, на российской стороне. Мы помним эти все огненные валы там, огненные и так далее. У нас более чем на 100 единиц пополнился парк нашей техники после успешной контратаки украинских ВСУ на Харьковском направлении. То есть там было оставлено российскими войсками большое количество техники и боеприпасов и снарядов к ним. Поэтому, конечно, оружие становится больше. Огневой мощи и возможности дистанционно наносить удары от 50 до 70 километров тоже больше. Сейчас же для них большой вызов, чем вооружить тех мобилизованных. Они-то их мобилизуют, а вооружить чем? Чем вооружать? Ну вот из Беларуси тащат там танки Т-72 1973 года. Ну вот что-то вот как-то ищут, где бы собрать для них еще какое-то вооружение. А в собственные консервы уже все? Уже разржавевшие? Ну дело в том, что тут же необходимо понимать, что такое техника с хранения. Сейчас очень интенсивно снимается в России техника с хранения. Техника с хранения – это делайте поправку приблизительно 30-40% того, что непригодно к использованию. Либо может быть пригодно к использованию только после длительного капитального ремонта, как минимум среднего ремонта и полного обслуживания. А что это означает? Ну вот смотрите, есть часть техники на хранении, которая давно стояла. Ее никто не обслуживал, надлежащие условия не обеспечивал. Она уже просто непригодна. Есть второй момент. Техника, которая есть на бумаге номинально, ее не будет фактически. Сейчас же вскрывается масса коррупционных схем и проблем, которые есть в российской армии, когда они лгали фактически о том, что у них огромное количество. Их не находят, этих танков. И третий момент. Есть такое явление, называется каннибализм. Знаете, это когда танки, которые стоят на складах, используют донорами запчастей для ремонта действующих. Вот таких доноров очень много. Совокупно это все составляет от 30 до 40%. А мобилизация... А фронт горит сейчас, понимаете? То есть времени-то нету, поэтому Беларусь, поэтому Северная Корея, поэтому Иран в попыхах ищут, где бы что-то раздобыть. Когда простой Украинец, простой гражданин Украины увидит, что фронт россиян посыпался, что станет маркером? Какое событие? Я думаю, что уже во многих... Ну, смотрите, на самом деле, по некоторым направлениям он посыпался уже. На Востоке он посыпался, когда было уничтожено два укрепрайона, Питер и Москва, в районе Изюма и в районе Купенска, там на Хайв-Харьковской области. Сейчас еще один укрепрайон у них, и фронт просел, это район Давидового брода на правом берегу Херсонской области. Там был у них серьезный укрепрайон, и там треснула линия фронта, они отступают к Береславу и к Херсону. То есть, ну, на Востоке, если мы возьмем Восточный фронт и, например, на Южный берег Херсонской области, то и там уже некоторые такие процессы произошли. Я думаю, что после контрнаступления успешного украинских войск в Харьковской области, многие это почувствовали и еще дополнительно, еще больше поверили в успехи украинской армии. Нам в ближайшее время ждать освобождения Херсона? Да, да, я думаю, что да. Давайте процитирую Залужного. Мы возвращаем свое, написал он в Фейсбуке. Это означает, что никто от нас не требует быть сдержанными, идти на какие-то компромиссы. В ИСУ теперь делает все, что захочет. Или это все же пока нет? Я думаю, что мы действительно возвращаем свое. У нас стоит задача, и она была озвучена, она известна, где оккупировать незаконно там либо аннексированные, либо оккупированные наши территории и выйти в пределы международно признанных границ. Это то задание, которое стоит перед нами, оно озвучивалось публично, об этом говорил президент украинской власти. Я думаю, что это вполне оправданная, объективная и справедливая цель. Поэтому мы к этому идем. Если сказать о том, что кто-то, какие-то внешние факторы или наши партнеры нас останавливают либо пытаются остановить в этом, я не думаю. Мы видим, что успехи украинских войск, а наоборот, служат дополнительным стимулом предоставления вооружения Украине. И мы слышим только, скажем так, поддержку и признание успехов украинских сил в продвижении и деоккупации украинской территории. То есть остановки какой-то боевых действий или идти на поводу у Кремля, но этого нет. Нас останавливает пока только неимение, отсутствие самого передового оружия. А какое вот самое передовое, может быть, не самое передовое, но очень нужное оружие, которому еще у украинских сил нет, может появиться в ближайшее время? Можете называть три каких-то пункта? Ну, я думаю, что стоит рассчитывать на усиление ракет, то есть «Хаймарс», «Атакамс», то, что я говорил. Это 300 километров, да? Да, раз. Второе – это все-таки танки и бронетехника. Я думаю, что это тоже решится. Ну, какие – это уже вопрос. Возможно, «Леопард» немецкий. Все-таки, как бы там ни было, позиция немца, мы видим, свойственно изменяться. То есть она меняется под давлением тех разрушений и того террора, который делает Россия. Они даже немцы вынуждают активнее действовать. Может, возможно, «Абрамс», возможно, даже французский «Леклерк». Не знаю, мы посмотрим, сейчас это вопрос дискуссий. Но то, что они будут, я думаю, да, это очень активно обсуждается. Третий компонент – это, возможно, не так быстро, как нам бы хотелось, но это авиация. То есть это те пункты, которые тоже на повестке дня. Вот таких три пункта я бы выделил. Эти три пункта как быстро изменят войну? Достаточно быстро. Достаточно быстро. То есть мы можем себе представить, что… Ну, тут еще зависит от количества, конечно. Но если в количестве несколько десятков танков, если это будет несколько десятков самолетов и ракеты «Атакамс», я думаю, что достаточно быстро могут поменять ситуацию. Еще больше на пользу Украины, конечно. Давайте поговорим о ближайшей зиме. Она близится. И вот где, по-вашему, было логично перезимовать войну? Ну, если так можно сказать вообще. Скажем так, наверное, не меньше половины зимы наши украинские силы будут, наверное, в походе. Все-таки в походе по продолжению и продвижению и оттеснению российских позиций. Возможно, это не будет настолько быстро и молниеносно, но контрнаступление никто останавливать не будет. Поэтому абсолютно есть понимание, что, конечно, понятно, что до зимы хочется как можно больше деоккупировать и освободить украинской земли. И к этому, и для этого прилагаются серьезные усилия и старания. Но, тем не менее, я думаю, что и зимой это продолжится. Я не разделяю мнение, что генерал Мороз, как его называют, он как-то каким-то образом переломит ход на российскую сторону. Во-первых, сейчас не 1812 год. Как-то я бы хотел напомнить, как бы зимы не те и условия не те. Все-таки, да, морозы есть, но они не настолько продолжительные и не настолько, я не знаю, агрессивные, как, возможно, были когда-то. Во-вторых, сейчас проводится очень серьезная работа по экипировке украинских сил зимней формой, одеждой, теми же буржуйками, средствами отопления и так далее. И, в принципе, есть понимание, что насколько будут и когда будут позволять погодные условия, наши силы будут продвигаться дальше. Мост-то рухнул. Нарушилась ли от этого логистика? Или все-таки пока есть не встухопутный коридор, пока все в порядке? Нарушилась. Нарушилась. Дело в том, что все южное, скажем, российская группировка войск на южных оккупированных территориях Украины, это где-то процентов на 70-80 обеспечивалось через оккупированный Крым. Вся логистика заменялась туда. Там 20-25 процентов, то, что они, ну, может, 30 максимум, то, что они завозят через Мариуполь, там Бердянск, дальше на Мелитополь. На самом деле вся логистика замыкается на оккупированный Крым. Поэтому, соответственно, конечно, сейчас, понятно, они там хотят каким-то образом восстановить железную дорогу, как-то это возить все равно, но информация такова, что огромнейшие очереди грузовых автомобилей, фур образовались и так далее. То есть транспортный коллапс, он заметен. Поэтому, конечно, с логистикой проблема, особенно у южной группировки войск, не будут возникать. Тем более, необходимо понимать, что чем больше освобождают украинские силы территории, тем больше у них огневого контакта, огневой мощи появляется и дальности для нанесения. А можно здесь и точнее здесь? Вот точнее здесь. Что это означает? То есть мы можем еще дальше поражать цели, которые едут сюда, везут еду, носить трусы, туалетную бумагу, и они используются, конечно. Мы можем наносить удары, чем ближе мы подходим, чем больше мы освобождаем. Чем ближе мы к оккупированному Крыму, тем больше у нас возможностей наносить удары нашими системами вооружения и срывать логистику еще дальше. То есть это еще больше дополнительно создает логистических проблем. В ближайшем будущем мы можем поставить под удар Чангар, правильно я говорю, маленькую пропускную дорожку? Конечно, конечно. Я думаю, что не только можем, но и будем это делать, как только будет возникать возможность. Да, конечно. Для нас срыв логистики с оккупированного Крыма это очень, на самом деле, важный момент для всей группы войск, которая есть сейчас там на оккупированных рубежах Юга Украины. Вот когда мы полностью сорвем эту логистику, что будет с российскими войсками здесь зимой? Ну, плохо им очень будет, потому что подвоза нормального продовольствия не будет, не будет нормального подвоза вооружений. У нас появятся возможности наносить удары еще больше, то есть мы тоже не будем стоять в стороне. Будет серьезная деморализация среди российских войск. И, конечно же, это все будет, скажем так, играть на перспективу для продолжения украинской армии, освобождения этой территории. А российским военным, ну, я не знаю, наверное, бунты будут возрастать. Все-таки так оно просто не пройдет. То есть бунты будут возрастать, в случае дезертирства будет деморализация. Это все, конечно же, будет присутствовать. То есть выбор у них будет, если все так сложится, как мы говорим, то выбор у них будет простой. Или замерзнуть насмерть, или сдаться в теплый украинский плен, где даже еще и накормить. Да, да, именно, 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 наверное, что так. На воду спустили украинский фрегат первый. А вот скажите мне, вот этот фрегат, это как определить, вот просто, что такое фрегат? Вот мне непонятно. Фрегат, ну, крейсер, чем он, чего отличается? Типы кораблей, тип вооружения, тип выполнения задач. Корвет в этой, ну, скажем так, сначала идет катер обычный, да, какой-то военный, потом корвет по нарастающим, потом идет фрегат, а потом уже крейсер. Ну, крейсер там, эсминец и так дальше. Вот это просто и по уровню, и по уровню выполнения задач, по уровню вооружения, соответственно, тоже идет градация. Фрегат это больше среднего, ну, судно считается, да, вот такой очень хороший твердый середняк военно-морских сил. Это, если так, ну, просто объяснить. Поэтому, ну, хороший тип судна. Военно-морской флот Украины, Черноморский, он может стать сильнее российского? Ну, на это нужно время. Я думаю, что достаточно необходимо. Ну, может, конечно. Во-первых... А это нужно? Давайте так, а это нужно? Или нам нужны просто корабли, которые бы нас защищали? Мы же нападать не собираемся? Ну, в первую очередь, для того, чтобы выполнять защитную функцию, конечно, можем нарастить. В принципе, для нас важны военно-морские силы с точки зрения выполнения задач по охране и защите нашей государственной границы, которая проходит по морю, и нашей исключительно экономической зоны, и нашего шельфа, где Россия незаконно добывает там газ и так далее. То есть с этой точки зрения для нас важно. И в этом мы предусматриваем и перспективу. И для этого мы наращиваем не только надводный компонент, но и противокорабельные ракеты, но и авиацию, которая должна будет выполнять функции по охране украинского побережья. Давайте последний вопрос. После победы будет демилитаризация России? Если будет, как вы это себе представляете? Вот в нескольких пунктах. Можно сказать? Она должна быть. Она должна быть. Россия должна самостоятельно подписать фактически условия после украинской победы. И мир должен признать условия о том, что Россию необходимо, я бы даже сказал, не просто демилитаризовать, необходимо денуклеаризация, то есть сокращение ядерных арсеналов России. Поскольку мы видим, и эта война показала, что Россия, российские власти ведут себя совершенно безответственно в вопросах таких важных и чувствительных, как угроза ядерным оружием. Путин угрожал. Другие действующие там лица, угрожали. Мир на пороге фактически ядерного противостояния и уничтожения. И я думаю, что в этой связи, конечно же, вопрос о сокращении ядерных арсеналов необходимо ставить. Как это сделать? Через международное соглашение, где будет присутствовать Украина, где будут присутствовать другие ведущие страны. И, конечно же, они будут эту процедуру в будущем проводить. Как и демилитаризация. Как это происходит? Это происходит либо утилизацией, есть способы для избавления от вооружений, либо переработки, если мы говорим о ядерном оружии, ядерное топливо или утилизацию хранения непосредственно там, где хранится отработанное ядерное топливо. То есть вот таким вот образом. Но то, что сокращение арсеналов... Ну, сейчас уже Россия проходит демилитаризацию хорошую. Она же сейчас... Она сейчас проходит ленд-лист. Не путай. Ну, да. Она сейчас дарит, что-то отдает оружие Украине. Демилитаризацию через ленд-лист, да, скажем так. Да, то есть... Ну и в дальнейшем это просто необходимо будет. Я убежден, что без этого просто нельзя будет пройти дальнейший путь для того, чтобы обезопасить мир от следующей какой-то агрессии со стороны России. Ну и давайте закончим наше интервью вторым блицем. Напоминаю, что вопрос отвечаем очень коротко вопросам наших зрителей. Первый вопрос. Когда Россия потеряет Крым? Это навсегда или будут еще попытки его захватить? Навсегда. Я думаю, что когда Россия потеряет Крым, сильных возможностей его захватить, повторить сценарий такой у них уже не будет. В Крыму должен стоять флот. Если да, то чей? Украинский, турецкий, американский или британский? Я думаю, что, конечно же, в первую очередь украинский, но с возможностью, когда Украина пройдет путь и вступит в НАТО, конечно же, размещение там и кораблей других государств наших партнеров. НАТО рассматривает Крым как военную базу? Я думаю, что на данный момент нет, но в будущем возможно, что так. По крайней мере, потенциал и присутствие НАТО точно увеличится. Россия распадется, как считаете? Думаю, что да. Думаю, что да. Если все будет идти так, как идет, то да. А есть регионы российские, которые захотят присоединиться к Украине? не исключено, но тогда уже мы будем думать, нужно ли нам это. Ну, в завершении нашего интервью хотелось бы сказать, что самое главное, чего мы ждем, это, конечно же, мира, но мира только с одной опцией. Победа Украины, разоружение России, потому что нельзя давать возможность нажимать на разные кнопки, ездить, убивать людей и другие страны такому правительству есть сейчас в Российской Федерации. К сожалению, россияне это допустили, Украина помогает эту проблему решить. Большое спасибо, Александр, за интервью, ждем нашей победы, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok